И в этом видео я хотела бы вам показать мега сочный, мега яркий, мега неоновый дизайн с использованием акриловой пудры. Этот дизайн сейчас популярен у многих моих клиентов, поэтому этим дизайном я хочу поделиться с вами. В этом видео я хотела бы вам еще показать мастер-класс по нарисованию роз. Самых простых, самых обычных и любой мастер опять же таких сможет выполнить, потому что они рисуются проще простого. Если вам понравится данное видео, ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал и давайте уже... Для дизайна нам понадобится акриловая пудра разных цветов, две кисти для дизайна, одна для посыпания акриловой пудры на наш ноготок, вторая для прорисовки дизайна. Гель-краска от Neon Nail без липкого слоя Extreme White и готовая типса, на которой уже нанесен гель-лак, топ и снят липкий слой. Начинаем рисовать розу. Роза рисуется с центра. Центр состоит из двух запятых, выходящих друг из друга. Сейчас я вам покажу. Набираем на кисть нашу гель-краску без липкого слоя белого цвета и ставим две запятые. Я, допустим, здесь буду делать. Нажали, отпустили. Раз. И вторая, выходящая из нее. Нажали, пустили. Два. Вот такая сердцевинка должна у вас получиться. Как бы две запятых, выходящие друг из друга. Один лепесток розы – это тонкая линия, толстая и опять тонкая. Итак, все лепестки. Сейчас я вам покажу. Тонко нажали, толстая получается, отпустили, тонкая. Дальше. Тонкая, нажали на кисть, отпускаем, тонкая. И так дальше. Где были у нас тонкие стыки, на этих местах должна проходить толстая линия. В шахматном порядке так бы мы делаем розы. Опять нажали. Отпустили. Нажали. Отпустили. Мне так неудобно просто. Я поэтому чуть-чуть оторвала линию. Можете сделать ее немножко пообъемнее. То есть вот эти толстые линии еще делать пошире. Тогда она будет смотреться как бы объемней, симпатичней даже. И здесь еще сделаем лепесток один. Тонко. Нажимаем. И опять тонко. Вот такая розочка у нас получается симпатичная. Здесь тоже тонко. И вот так вот. Вот такая розочка. Снизу я еще добавлю парочку роз. И покажу по итогу, что вышло. Нарисовала я свою композицию. Вот расположила 4 розы, так как мне нравится. И теперь я хочу еще добавить лепесточков. Немножко. Добавляем лепесточки. Какие-то веточки. Добавила я в композицию лепесточки, веточки. А теперь мы будем посыпать это все акриловой пудрой. Покажу сейчас, как это делать. И вот посыпаю прям. Кисточку макаю и посыпаю на то место, где хочу, чтобы у меня был тот или иной цвет. Дальше хочу голубой цвет. Потом я хочу оранжевого цвета себе. И зелененького. Потом мы берем, все это встряхиваем. Чуть-чуть пропиталась наша акриловая пудра. Стучим по ноготку или под сипси и так встряхиваем. И повторяем все это по второму кругу. Те же цвета на то же самое место. Розовый. Голубой. Оранжевый. И зеленый. И встряхиваем. Наша акриловая пудра впиталась. Теперь мы отправляем сушиться наш дизайн. Просушиваем наш дизайн. И теперь мы должны кисточкой стряхнуть остатки акриловой пудры. Встряхиваем хорошенечко. Стряхнули мы остатки акриловой пудры. И получился вот такой вот яркий, сочный, неоновый дизайн. Если вам что-то непонятно в результате этого мастер-класса, то пишите мне в комментариях, и я вам обязательно отвечу. Я уверена, что вашим клиентам понравится такой дизайн. Это просто, мега, просто, опять же, быстро и эффектно. Так что тренируйтесь, фантазируйте, экспериментируйте. И вам огромного-огромного успеха и удачи в этом деле. С вами была Юля. Всем до скорых встреч. Пока-пока.